Концертный зал детской школы искусств города Витное в этот день был заполнен до отказа. Послушать хоровое пение на фестивале «Леся песня» вместе с участниками музыкального марафона приехали и мамы, и папы, и бабушки. Хоровое пение – очень важный предмет для детей, обучающихся в музыкальной школе. Хор помогает ребятам и в игре на музыкальных инструментах, преподаваемых в детских школах искусств. Детей очень много, потому что хоровое пение – это самый, так сказать, многочисленный предмет. Если солисты там один-два приезжают, три, то здесь мы лично привезли 47 человек. Программа фестиваля включала в себя выступления вокальных ансамблей, хоров старших и младших групп. Максим Горбенко четыре года поет в хоре детской школы искусств поселка Володарского. Занятия хором учат меня работать вместе со своими друзьями, что надо как бы петь как один человек, стараться слушать друг друга. Слушать друг друга и быть единым организмом – главная задача участников хорового коллектива. Об этом знают как опытные ребята, так и новички. Нужно правильно дышать – это самое главное. И слушать себя. Все люди на большой планете должны всегда дружить. Валерия Магдалянова после окончания курса обучения на инструменте в школе искусств в Урок Ленинских занялась вокалом. Петь в хоре, считает она, не проще, чем сольно. В хоре ты несешь ответственность не только за себя, но и за других. Ты не должен выделяться какой-то... Ты должен в какой-то мере все-таки соответствовать всем голосам в хоре. Участники фестиваля исполняли как классические, так и современные произведения российских и зарубежных композиторов. Творческий марафон закончился выступлением сводного хора учащихся всех четырех детских школ искусств района. Сейчас уже вошло в традицию, что у нас все школы объединяются, исполняют одно-два произведения уже все вместе. Это объединяет, детям это нравится. Всем участникам фестиваля хорового пения, а их было более ста, вручили дипломы. А в мае нас всех ждет большой отчетный концерт детских школ искусств «Видные таланты». Людмила Медведева, Николай Карбанов, Елена Кошлева, Видное ТВ.